В эфире телеканала CBC «Экономика дня» в студии Хайл Мамедова. Здравствуйте! Крупные транспортные и энергетические проекты, увеличение объема инвестиций, преференциальное торговое соглашение и переход на национальную валюту в экономической сфере. Вопросы, которые обсудили президенты Азербайджана и Турции в Анкаре в ходе седьмого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Ильхам Алиев и Реджеп Тайп Эрдуган вновь подчеркнули, что приоритетной задачей для двух стран остается дальнейшее развитие экономических и торговых связей. Тема сегодняшнего дня – экономическое значение инициатив и проектов, реализуемых Азербайджаном и Турцией. Наши гости – Муслим Ибрагимов, заведующий кафедрой экономика Русской экономической школы ЮНЕК, и Рахман Гаджиев, главный редактор информационного агентства «Фестнисас» и главный редактор газеты «Бакинский рабочий». До начала наших обсуждений предлагаю с вами вместе посмотреть все-таки сюжет по теме дня. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24-25 апреля находился в Турции с официальным визитом. Глава государства принял участие в седьмом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. По завершению переговоров стороны подписали пакет документов. В частности, Азербайджан и Турция договорились о преференциальной торговле. Соглашение предусматривает введение нулевой ставки таможенной пошлины на взаимные поставки товаров между двумя странами. Для увеличения торгового оборота стороны рассматривают переход на национальную валюту в экономической сфере. Уверен, что мы за короткий срок притворим жить меморандум. Очень важное значение имеет создание нами вместе с Азербайджаном формата трёхстороннего сотрудничества с Грузией, Туркменистаном, Ираном и Пакистаном. Эти форматы имеют большое значение с точки зрения продолжения и развития выгодных для наших стран и региона проектов. Главы государств подчеркнули особую роль в укреплении взаимодействия реализуемых странами региональных транспортных и энергетических проектов. Акцент был сделан на железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и трансанаталистский газопровод Танап, открытие которого состоится в начале июня. Проект Танап, являющийся важной составной частью Южного газового коридора, предусматривает не только обмен природным газом между Турцией и Азербайджаном. Он одновременно внесёт вклад в энергетическую безопасность всей Европы. Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня Азербайджан и Турция составляют транспортную и энергетическую карту Евроазии. Баку-Тбилиси-Карс и Танап он назвал историческими проектами. Говоря об объёмах взаимного инвестирования, глава государства сообщил, что Азербайджан вложил в экономику Турции около 14 миллиардов долларов, а вложения соседней республики составили более 12 миллиардов долларов. Только в братские страны могут вкладываться такие инвестиции. Открытие в ближайшем будущем Танап, нефтеперерабатывающая завода Стар, конечно, ещё больше повысит наши возможности. Должен также отметить, что за счёт азербайджанских инвестиций построен крупнейший в эгейском регионе порт Петлим. Это третье повеличение порт Турции. Сегодня мы приблизились к подписанию льготного торгового соглашения. Надеюсь, что в ближайшее время это соглашение будет подписано, и таким образом торговый оборот ещё более возрастёт. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в 2017 году составил 2 миллиарда 640 миллионов долларов. Из этой суммы на долю экспорта пришлось 1,37 миллиарда долларов. Товарооборот между двумя странами в 2017 году вырос на 14,8%. В первом квартале текущего года азербайджанно-турецкий торговый оборот составил чуть больше 573 миллионов долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,7%. Мы с вами только что посмотрели сюжет по теме дня со встречи президентов Азербайджана и Турции за седьмого заседания Совета по стратегическому сотрудничеству высокого уровня. И большое внимание было уделено именно подписанию меморандума взаимопонимания по льготному торговому соглашению, да, преференциональное соглашение. Что предусматривает по-вашему данное соглашение? Преференциальный торговый режим, по сути дела, это торговая преференция и входит в соглашение двухстороннее соглашение, в разряд двухсторонних соглашений между двумя странами, в которых имеются общие интересы по многим сферам экономики, производства. И в общем-то относятся к форме, скажем так, фритрейда, свободной торговли, когда страны могут торговать между собой и тем самым не использовать или ограничивают 0% или же на какие-то определенные товары, устанавливают какие-то таможенные тарифы. Но с тем самым, что самая главная цель в этом заключается, чтобы повысить товарооборот. И в принципе для этого есть все возможности, по причине того, что если посмотреть внешний торговый оборот между странами, то Турция занимает первое место, второе место относится к России. И в самом деле в этом отношении, даже если посмотреть и экспорт, и импорт, то почти одинаковое расположение цифр, что говорит о том, что между двумя странами не такое большое значение разница между экспортом и импортом. Сейчас я хотела бы к вам обратиться, Рахман. Вот господин Ибрагимов представил небольшую информацию, что означает преференция для торговли. У вас хотелось бы спросить, все-таки это был меморандум о взаимопонимании, обсуждения продолжаются, я так понимаю. Вот что нужно для того и сколько времени, наверное, должно пройти для того, чтобы все-таки вот эти льготы заработали? Заключение подобного рода торговых соглашений, которые подразумевают упрощение, скажем, торговли между странами, в первую очередь, наверное, преследует цель увеличения нефтяного экспорта в том числе. Потому что, как мне представляется, есть, конечно, риски в подобных соглашениях, потому что, когда большой рынок и маленький упрощают между собой, скажем, процедуры поставок товаров и услуг, маленькая страна всегда рискует больше, чем большая, да, потому что это упрощает доступ к ее рынку и держать конкуренцию с тем же самым, с огромным производственными мощностями Турции нелегко. Нелегко в любой стране. Но я думаю, что в случае с Азербайджаном как раз две экономики больше дополняют друг друга, нежели конкурируют, потому что те сферы, где традиционно турки сильны, все-таки азербайджанский бизнес там каких-то фантастических планов не имеет. И в то же время то же самое сельское хозяйство азербайджанское, я имею в виду сельское хозяйство, потому что это стратегическая все-таки сфера для нашей страны, прекрасно может конкурировать с товарами, произведенными в любой стране абсолютно. Поэтому мне кажется, что данное соглашение, конечно же, во-первых, позволит увеличить товарооборот между странами, позволит изменить структуру азербайджанского, в частности, экспорта в Турцию и уйти от, скажем, углеводородов больше к товарам и услугам ненефтяного сектора. В ходе все-таки визита нашего президента обсудили такой вопрос по поводу перехода на взаиморасчеты в национальных валютах. Об этом тоже уже говорится какое-то время. Как, по-вашему, это поможет и насколько вообще эта мера необходима сейчас для того, чтобы перейти на взаиморасчеты в национальных валютах, именно в торговых операциях? Для того, чтобы избегать политические риски, влияние на курсы доллара и на монад и лиру, конечно же, более правомерно проводить торговые операции, используя валюты двух стран. Это прежде всего повлияет на то, чтобы увеличить товарооборот между странами. Кроме этого, конечно же, обе страны будут заинтересованы в поддержании стойкости двух валют, по причине того, что и Турция, и Азербайджан будут участвовать в купле и продаже обоих валют. Для того, чтобы приобрести турецкий товар, придется все-таки покупать лиру и тем самым экспортировать свой товар, тем самым получать взаимовыгодные возможности в валюте. Ну а экономические отношения, по сути дела, они основываются на таких отношениях, которые, в принципе, может быть даже выше политических. И вот эту формулу раскрыл общенациональный лидер Гейдар Алиев, одна нация, два государства. И, в принципе, эта формула будет всегда работать при разных обстоятельствах мировой экономики и масштабе региона. Спасибо, господин Ибрагимов. Вот, Рахман, как вы считаете, согласны с господином Ибрагимовым? Ну, мне сейчас немножечко... Все-таки нужно перейти на взаиморасчеты и отказаться от доллара? Я думаю, что на 100% отказаться от доллара все равно не получится, потому что это и нецелесообразно, наверное, потому что доллар... Интеграция в мировую экономику? Ну, с одной стороны, во-первых, нехорошо держать риски в одной корзине, нехорошо все делать в долларах, но и полностью отказываться, наверное, тоже смысла никакого нет. Все-таки мы говорим о валюте номер один. С другой стороны, сегодня все больше стран, тесно связанных между собой экономическими отношениями, действительно задумываются о переходе на расчеты в своих национальных валютах. Об этом говорилось между Россией и Китаем. Сегодня мы слышим об этом между Турцией и Азербайджаном. Как совершенно верно отметил коллега, Азербайджан и Турция, в принципе, экономически переплетены друг с другом. Азербайджан инвестирует сегодня в экономику Турции колоссальные средства. Больше, чем Турция в Азербайджан, это 14 миллиардов долларов. Но в действительности, на самом деле, инвестируются совершенно не доллары, инвестируются лиры в доллар в микриваленте. Потому что, если речь идет об экономике Турции, этот доллар конвертируется в лиру, прежде чем быть потраченным там. То есть, хочу сказать, что лиры, которые Азербайджан будет получать, скажем, от этой самой торговой деятельности с Турцией, все равно имеют, скажем так, возможность, шанс вернуться в Турцию в виде каких-то инвестиций. Более того, в принципе, наверное, Азербайджан задумывается, в принципе, эту стратегию сегодня мы видим. Азербайджан уже сегодня не держит свои резервы в одной какой-то валюте. Есть там сплит по каким-то разным валютам ведущих стран. Мне кажется, что турецкая валюта достаточно устойчива, в принципе, и может представлять собой интерес и с этой точки зрения тоже. Поэтому, скорее всего, Азербайджан понимает, что лиры ему проблем не создадут. Эти лиры ему понадобятся. И поэтому без проблем готов часть, может быть, вот этих операций производить напрямую в расчете моно от лиры. Скорее всего. Хорошо. В то же самое время, как я уже сказал, как раз-таки, имея валюту своих, скажем так, золотовалютных резервов, мы, в принципе, автоматически помогаем держать, скажем так, стойкость этой валюты. То есть, наши отношения, экономические отношения, они на таком уровне, когда, в принципе, уже уровень, скажем так, курс валюты лиры в какой-то степени будет зависеть и от нашей экономики, а курс валюты моната. Моната будет зависеть, конечно. Столь серьезный объем валюты в одной корзине, это фактор влияния на стойкость валюты. Более того, в последнее время совершенно верно было отмечено и курс доллара, и вообще, скажем, сам доллар очень зависим от политических процессов. Не случайно, наверное, весь прошлый год турки вообще свой золотовалютный резерв вывозили из США. Он содержался там на несколько десятков миллиардов в федеральном резерве США, они его оттуда вывезли благополучно. В любом случае, всегда нехорошо делать все, скажем, посредством какой-то одной валюты. Чем больше дробление, тем больше диверсификация, тем меньше рисков. Продолжая тему сотрудничества экономического между Азербайджаном и Турцией, в ходе заседания также было озвучено такое заявление президента, и мы слышали с вами в сюжете, по поводу того, что Азербайджан и Турция вновь формируют энергетическую транспортную карту Евразии. И в ходе заседания, в ходе заявлений для пресса прозвучали такие важные моменты по таким проектам, как ТАНАП, транспортный, вернее, газопровод трансанталийский, который является частью Южного газового коридора, и по нефтеперерабатывающему заводу Стар, который строится со стороны Азербайджана, инвестирует Азербайджан на территорию Турции. Прозвучали такие цифры, такие данные, прозвучал даже практически день запуска, да, обозначили, что ТАНАП запустят, введут в эксплуатацию в начале июня. А тот же НПЗ Стар, он будет введен в эксплуатацию, заработает в сентябре или октябре. Хочу вас узнать, вот как эти проекты, вот два важных проекта, ну остановимся на ТАНАП и НПЗ Стар, как они повлияют на экономику, как скажется на экономике Азербайджана и Турции? Ну, начнем с того, если позволите, конечно, начнем с того, что, как подмечено было, если я не ошибаюсь, президентами подобного рода инвестиций колоссальные, никогда не делаются в страны, которым не доверяют. То есть, Турция это та страна, куда Азербайджан не боится инвестировать колоссальные деньги, колоссальные средства в размере 14 миллиардов долларов США. Почему это делается? Наверное, в первую очередь, потому что Азербайджан заинтересован в углублении экономических отношений с Турцией, это очевидно. Кроме того, естественно, и это, наверное, очевидно, реализация таких проектов, как ТАНАП, Стар, строительство крупного порта, все больше интегрирует, скажем, наши страны между собой, и прокладка этих трубопроводов, железных дорог и прочих инфраструктурных проектов укрепляет независимость Азербайджана. Тут как раз-таки политическая целесообразность, наверное, выходит на первый план, потому что чем больше труб, скажем, проходит через нашу страну и уходит на мировые энергетические рынки, тем больше гарантий безопасности, потому что в этом заинтересован уже не только Азербайджан, но и те страны, через которые эти трубы проходят, и те страны, которые по этим трубам будут получать энергоресурсы. И Эрдоган тоже это отметил. Азербайджан инициировал очень много многоформатных отношений, партнеров. Не просто двусторонних, а Азербайджан, Грузия, Турция, Азербайджан, Иран, Россия и так далее. Этими треугольниками, квадратиками мы охватываем все больше и больше интересов наших партнеров. Поэтому мне кажется, что завод Стар, тот самый порт Петлим, Танат, дай бог и продолжение его в Европу, все это в первую очередь несет нам политическую и, естественно, экономическую выгоду. Ну, политическую выгоду за счет экономической. Однозначно, конечно же. Спасибо, Рахман. Да, господин Ибрагимов. Я хотел бы сказать, что все-таки, конечно же, создание такой инфраструктуры на базе Танап, в общем-то, говорит о том, что создается такой глобальный промышленный кластер. В принципе, перерабатывающий завод, потом еще порт. Это все, в принципе, скажем так, элементы одной системы, при котором все-таки данный коридор будет являться намного рентабельным, чем другие проекты, которые предлагаются. И, понятное дело, что когда вместе с, скажем так, с трубой устраиваются еще и завод, потом еще и порт, это говорит о том, что здесь происходит такое снижение затрат на логистику. Это довольно-таки очень четко запланированный проект, при котором, в общем-то, не только азербайджанский газ, здесь еще идет разговор и в будущем, и о туркменском, и иранском, и иракском. То есть, это довольно-таки перспективный проект. Но в то же самое время нужно сказать еще о том, что насколько Танап сегодня является, скажем так, одним из главных проектов для экономики двух стран. За счет как раз-таки Танап Турция имеет возможность, ну, можно сказать, принимать непосредственно участие в воспределении газа, не будучи тем самым производителем газа. Транзитной страной выступают в качестве транзитной страны. Нет, это транзитной, а транзитной это когда-то просто проходит, а здесь уже, а здесь, смотрите, здесь уже и уже рассматривают, в каком направлении может идти танный трубопровод, с какими трубопроводами будут, допустим, интегрироваться. Это тоже, да. Да, то же самое. Это тоже по поводу того, что, да, они будут еще получать дополнительные объемы газа из Азербайджана. И, в принципе, понятное дело, что все-таки Танап это тот самый элемент, который, по сути дела, может изменить всю геополитическую картину, да, или геополитическое такое соотношение сил в регионе. Вы сейчас все говорите о Танапе-Танапе, а НПЗ-стар остался в Содороне. Нет, НПЗ, как я уже сказал, является одной из самых главных элементов, который будет непосредственно влиять на повышение рентабельности данного трубопровода. Это, да, от трубопровода. Это одно из самых главных проектов. То есть представьте себе, что, во-первых, да, здесь есть очень важный момент. Мы должны помнить о глобальном добавленной стоимости товара, который, допустим, смотрите, Азербайджан не просто является, если исходить с точки зрения Азербайджана, Азербайджан не является просто страной, которая будет, так сказать, экспортировать сырье. Азербайджан непосредственно будет участвовать и в переработке и транспортировке, что, по сути дела, повышает добавленную стоимость. То есть Азербайджан в данном отношении будет иметь довольно-таки высокую, скажем так, норму прибыли от производства и транспортировки, переработки газа. А если взять даже пример, связанный, допустим, с нефтью, у нас такой возможности не было. В данный момент эта возможность есть. То же самое можем сказать и о Турции, что, будучи, как вы сказали, транзитной страной, с одной стороны, участвовать в распределении добавочной стоимости газа, и, плюс ко всему, еще быть определенным, довольно-таки главным участником, скажем так, региональной политики. По сути дела, что получилось? Да, вот коллега, самом деле, сказал, что вот эти вот треугольники, квадратики, это же ведь все-таки новая региональная политика. Совсем другая региональная политика, которая, в принципе, сегодня устраивается с участием двух стран, Турции и Азербайджана. И другие государства как раз-таки на основе того, что новые интересы, геоэкономические и геополитические интересы, которые сегодня зарождают эти две страны, привлекают другие страны присоединяться к этим самым квадратикам, и что, в принципе, можно сказать, большому пирогу. Тут, наверное, есть еще один момент, про который забывать нельзя. Какой? Сокар, как современная, я думаю, энергетическая компания, все-таки заинтересована в том, чтобы развивать несколько направлений своего бизнеса, потому что добыча – это лишь часть. Как и у любой крупной мировой нефтяной компании, как BP, Exxon и любая другая, Сокар заинтересован превращаться в компанию, которая не просто добывает и экспортирует, но и производит конечный продукт. Как раз тут мы говорим об НПЗ, потому что речь идет о переработке. Это рефайнери, это уже производство конечных каких-то продуктов. Танап – это все-таки газ. Есть Бакут, Белиси, Джейхан – это нефть. И есть Стар и Петким – это нефтепереработка и нефтехимия. Просто здесь идет речь о том, чтобы… И даже есть порт Петли. Конечно. И речь идет о том, чтобы построить полноценную международную энергетическую компанию с обстримом, даунстримом, со всеми необходимыми, скажем, для того, чтобы называться по-настоящему энергетической компанией, всеми соответствующими направлениями деятельности. Это просто хороший рынок, который выгодно разрабатывать. И это, в свою очередь, несет нам еще и те самые политические выгоды и преференции, о которых говорили президенты. Было бы, на самом деле, грехом не воспользоваться всеми этими возможностями, как мне кажется. Предлагаю все-таки закончить здесь. Спасибо вам большое за то, что пришли. Обсудили сами тему дня. Темой дня, я напомню, было экономическое значение инициатив и проектов, реализуемых Азербайджаном и Турцией. И говорили мы об этом с Муслимом Ибрагимовым, заведующим кафедрой экономики Русской экономической школы ЮНЕК, и Рахманом Гаджиевым, главным редактором информационного агентства First News AS и газеты «Бакинский рабочие». Спасибо вам еще раз. Я с вами прощаюсь. До встречи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова